С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Поддержали закон Российской Федерации о поправке Конституции. Сегодня на заседании внеочередной сессии депутаты окружного собрания большинством голосов одобрили поправки в главный документ страны. На Сахалине вновь откроется продуктовый магазин. Центр развития бизнеса поддержал инициативу предпринимателя и предоставил ему поддержку. Раскатывали пожарные рукава, разбирали автоматы, надевали на скорость противогазы. В четвертой школе прошли необычные веселые старты для учащихся кадетских классов. Танцуй и радуйся жизни. В Ненецком округе стартовал всероссийский проект «Здоровое будущее». Зимник Наринма-Русинск открыт для всех видов транспорта. Погодные условия благоприятны. Температура воздуха в тундре составляет минус один градус, снег, ветер от шести до восьми метров в секунду. По информации пресс-службы администрации, на временной дороге Наринма-Русинск работают 17 единиц техники. Два бульдозера и трактор ведут дежурство на подъемах рек Шапкино, Янгичи-Вош и Лаевош. По информации подрядчика «Строй-Универсал», из-за высоких температур воздуха проливка трассы Зимника производится в ночное время. Подробную информацию о состоянии Зимника в оперативном режиме можно узнать по телефону диспетчерской «Строй-Универсала» 8 911 067 72 33. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на Зимнике можно обратиться по телефону доверия Главного управления МЧС 8 900 18 53 4 99 99 или на единый телефон экстренных служб 112 с мобильных устройств. Парламентарии на внеочередной сессии утвердили изменения в закон об образовании в Ненецком автономном округе по организации бесплатного питания для всех учащихся первых четвертых классов. Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Инициатива поступила в Госдуму 1 февраля. В ходе работы над региональным законопроектом депутаты предложили профильному департаменту детально проработать вопрос о привлечении федеральных средств для возмещения расходов на организацию питания. Обеспечение всех обучающих первых и четвертых классов бесплатным питанием по предварительным расчетам с 1 сентября обойдется бюджетом 25,9 миллионов рублей. Из них дополнительно 7,5 потребуется на полный перевод обучающих на бесплатное питание. Следует отметить, что в настоящее время в регионе более 50% всех школьников относятся к льготной категории и уже питаются бесплатно. Сегодня в Наринмаре состоялась внеочередная сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа. В ее рамках парламентарии обсудили федеральный закон о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Речь шла о поправках в Конституцию Российской Федерации. Подробности в следующем сюжете. Пакет поправок Конституции Российской Федерации был внесен в Госдуму 20 января текущего года президентом России Владимиром Путиным, после чего они прошли широкое общественное обсуждение. Накануне закона о поправках в Конституцию Российской Федерации был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, который направил документ в региональные загсобрания. Представленным законом предусматривается, что предлагаемые изменения в Конституции подлежат вынесению на общероссийское голосование. Представленный закон вступает в силу после его одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. За исключением статей 1 и 2, которые вступают в силу в особом порядке. В соответствии с регламентом Совета Федерации закон о поправке Конституции считается одобренным законодательным органом государственной власти субъекта, если этот орган одобрил ее в целом, без предложений о внесении в него изменений и дополнений. Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года после распада Советского Союза и признания суверенитета России. С тех пор прошло более четверти века. Как отметил вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов, принятие поправок в действующую Конституцию давно назрело. Эти нововведения лично мне очень нравятся. Я за них безоговорочно проголосую. Также я изучил все поправки. Я надеюсь, что я все поправки изучил, потому что их колоссальное количество. 15 ключевых, а дальше они разворачиваются в каждой статье в дополнительном упоминании. Например, одно из нововведений теперь члены Совета Федерации будут называться сенаторами. То есть это понятие вводится в Конституцию. И оно повторяется, соответственно, количество поправок увеличивается. Очень много технических таких вещей. Требований к высшим должностным лицам страны. Это колоссальное движение вперед. Полностью его поддерживаю. Надеюсь, остальные граждане также это поддержат. Поправки к Конституции широко обсуждались и в Ненецком округе. На общественность в Ненецком округе были подготовлены поправки, которые были внесены в рабочую группу. Они касались защиты на федеральном уровне языков коренных и малочисленных народов. И смысл этих поправок появился в проекте, который мы сегодня утвердили. Соответственно, в котором будет выставлено общероссийское голосование, где указывается, что языки всех народов, проживающих Российской Федерации, находятся под федеральной защитой и будут способствоваться их развитию и совершенствованию, и укреплению. Это позволит сохранить наши народы. Депутатский корпус на заседании внеочередной сессии присутствовал в полном составе. За одобрение закона Российской Федерации о совершенствовании и регулировании отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти проголосовало 16 депутатов. Воздержались трое представителей фракции КПРФ. Мы, в целом, поддерживая те поправки, которые предусмотрены в социальной гарантии, тоже хотели заручиться поддержкой, что если индексация пенсии, то не ниже, чем рост цен. Вот это тоже принципиально. Мы поддерживаем в целом, что органы местного управления входят в структуру публичной власти Российской Федерации, но в то же время мы не можем согласиться с теми поправки в статье 81 Конституции, которая предусматривает обнуление сроков президентских полномочий. На наш взгляд, пока Конституционный суд не даст правую оценку данной формулировки, мы сочли нужным воздержаться от голосования. Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержит более половины граждан, принимавших участие в голосовании. Самых смелых, быстрых и умелых выбирали накануне среди учеников кадетских классов школы номер 4. Здесь прошла игра «Веселые старты». Соревнования были приурочены к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Организатором мероприятия стало Ненецкое отделение регионального общества «Динамо». Ольга Русул продолжит. Семиклассница Карина, ученица кадетского класса 4-й школы, сегодня вместе со своей командой принимают участие в игре «Веселые старты». Трудностей девочка не боится. Хотя среди конкурсных заданий есть не совсем простые. Мне кажется, у меня с этими огнетушителями все проблемы. Не умею, не понимаю. Соревнования среди учащихся 4-й школы – это не новшество. Регулярно ребята участвуют в различных спортивных мероприятиях, но в таком формате игра проходит впервые. Противогазы, пожарные рукава, бронежилеты, резиновые дубинки – в каждом конкурсе профессиональный компонент кадетского направления. Ученик 7-го класса Алексей только что выполнил сборку и разборку автомата. Задание состоит из того, чтобы как можно быстрее разобрать его. И у нас это не очень получилось, потому что автомат новый и очень тугой. Можно делать? Да нет, это мышечная память больше. Просто запомнил и все. И потом уже на мышечной памяти разбираешь и все. Кадет Вика Балакшина самым легким заданием считает бег и все задания на физическую выносливость. Кадетский класс девочка выбрала не случайно. Ну, я решила попробовать что-то новенькое. Нам рассказали, что там присутствуют разные кадетские компоненты, которые нам могут понравиться. Например, как хореография, где мы учимся танцевать бальные танцы. Под итоги нам рассказывают про правила безопасности. И юный спасатель нам рассказывает про нештатные ситуации. Как говорят, в веселых стартах побеждает дружба. Но за правильностью выполнения заданий командами следит профессиональное жюри, в составе которого сотрудники полиции и МЧС. Ребята молодцы. То есть, в принципе, все, как вам сказать, ну, все понятно, они справляются со своими задачами, то есть, в спортивных мероприятиях. Эстафеты легкие, в принципе, не тяжелые. Видно, что готовились, да? Видно, что готовились, да, ребята. То есть, четыре команды в данном случае у нас, и они все готовились и подготовлены к данным конкурсам. Мы стараемся тоже поддержать их в каких-то моментах, не заметить оплошности, которые они допускают. А бывают оплошности? Да, конечно, безусловно. А какие? Ну, в частности, вот в данном конкурсе ребята неправильно одевают противогаз, постоянно стараются надеть его с затылка. Надо противогаз, конечно, надевать с подбородка. С инициативой провести такие веселые старты к руководству школы обратилось региональное общество «Динамо». Участники движения давно сотрудничают с учебным учреждением. Наши ребята участвуют, как я уже сказала, традиционно в таких мероприятиях, но здесь добавлена именно разборка и сборка автоматов, то, что у кадетов, у кадетского компонента в обязательном порядке и работа с огнетушителями, да, умение спасти жизнь другого человека и как правильно пользоваться в чрезвычайной ситуации. Поэтому ребята сегодня показали достаточно хорошие навыки, я вам хочу сказать. Хотя они маленькие, но они молодцы. Необычные веселые старты – это своего рода посвящение в профессию, считают участники общества «Динамо». Ведь ребята проходят подготовку в специальных классах полиции и МЧС. Потому что ведь в школах они и так уже с обручами, с мячиками, они бегают, играют, а вот именно с огнетушителем и в противогазе, и в бронежилете, я думаю, сегодня вот они, ребята, попробуют. Для них тоже будет новшество, сегодня изюминка вот этого мероприятия. По итогам соревнований лучшей командой жюри признала гвардию, а лучшим – и ее капитана Александру Харитонову. Она получила кубок. Все призеры и победители удостойны грамот и медалей. Центр города в ночь четверга на пятницу останется без холодной воды. В это время ПОКТС будет проводить ремонтные работы по замене аварийного участка, трубопровода и запорной арматуры. В зону отключения попадут жилые дома и учреждения. Жилые дома по улице Ленина 23А, 27, 27А, 27Б, 29, 29Б, 31А, 33, 35, 37, 33Б, 35Б, 39, 39А, 41, 41А и 41Б. Улица Тыковылка, номер 2, проезд Капитана Матросова, номер 2, 6 и 8, гостиница Печора, офисное здание улицы Ленина, 33А, Ненецкая ТРК, НКС, школа номер 1 и номер 3, межшкольный учебный комбинат, Дюцлидер, ТПП Лукойл, детский сад Радуга, магазины Белые ночи и Кристалл, котельная номер 15, котельная школа номер 4, гостиница Натали. Подача воды возобновится с 3 часов ночи. Два поручительства на реализацию бизнес-идей с начала года предоставил жителям региона фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого округа. Речь идет о поручительстве по банковским кредитам и по договорам лизинга. Данная услуга помогает привлечь необходимую сумму банковского кредита при недостаточности залогового обеспечения. Александра Литкова продолжит. С начала года фонд поддержки предпринимательства предоставил два поручительства. В первом случае документ был оформлен по договору лизинга, в результате чего предприниматель смог приобрести спецтехнику для своего бизнеса. Второе поручительство было оформлено по банковскому кредиту, в рамках которого был получен кредит на приобретение недвижимости в поселке Сахалин для организации торговой точки. Магазин планируется открыть 1 апреля. В этом районе нету магазина, ну и вроде бы как удобен. У дороги, подъезд, как бы так удачно, удачно вроде место показалось. На данный момент пока только завозится оборудование, частично уже что-то доставлено, что-то сегодня уже там завозится. Еще в октябре прошлого года фонд поддержки предпринимательства Ниньского округа заключил соглашение по предоставлению поручительства с окружным центром развития бизнеса. Теперь фонд может поручаться не только по кредитам банков, но и по договорам лизинга. Услуга помогает привлечь необходимую сумму банковского кредита при недостаточности залогового обеспечения. Если вы обратились в банк и вам говорят, что у вас не хватает залога для того, чтобы привлечь необходимую сумму кредита, либо если вы хотите приобрести транспортное средство, оборудование, спецтехнику, лизинг на более льготных условиях, то можете воспользоваться поручительством фонда поддержки предпринимательства. По лизингу есть, конечно же, приоритеты для клиентов по лизинговому продукту поручительства, так как там не требуется собственных средств, то есть аванс по лизингу составляет ноль, и процентная ставка по лизингу по данному продукту будет чуть ниже, чем по стандартным лизингам продуктов. Срок рассмотрения заявки на поручительство составляет до трех рабочих дней. При этом отдельного пакета документов собирать не нужно. Партнерами в рамках данной программы выступают российские банки, в частности Сбербанк, Московский индустриальный банк, Банк ВТБ, Россельхозбанк. Поручительство приравнивается залоговым обеспечением и может покрывать до 70% от суммы кредита, но не более трех миллионов рублей. Вознаграждение за поручительство составляет 0,75% годовых от суммы поручительства для приоритетных отраслей экономики, которые утверждены постановлением администрации, и 1% годовых для прочих отраслей экономики. Добавим, к приоритетным отраслям экономики относятся «Сельское хозяйство», «Рыболовство», «Строительство», «Связь», «Здравоохранение», «Развитие народных промыслов». Александра Литкова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Танцы – как одно из направлений здорового образа жизни. Нарьянмар присоединился к всероссийской акции «Здоровый образ жизни. Путь к успеху» политической партии «Единая Россия». Первыми ее участниками стали ученики школы номер пять. Для них провели лекцию и танцевальный мастер-класс. Насколько важно в современное время школьникам вести здоровый образ жизни. Но ведь не каждому даны спортивные способности или тяга к каким-либо видам спорта. А вот танцы – это отличный способ заниматься активными видами досуга в удовольствие в любом возрасте. Я очень сильно люблю танцевать. Я отношусь к спорту хорошо. Я люблю бегать все время, потому что я никогда не устаю. Не устаю, но очень редко, когда бегаю. Представители федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» считают, что спорт необходимо популяризировать с самого раннего возраста. На первой встрече в рамках акции они рассказали ученикам школы номер пять о пользе здорового образа жизни и решили, что привести к нему можно через танцевальное направление. Конечно, спорт и физическая культура у нас в округе развиты достаточно, но тем не менее многие дети не занимаются регулярно физическими нагрузками. Гиподинамия, плюс еще различное использование гаджетов и так далее – это есть момент, который необходимо решить. Педагоги школы танцев «Элит» провели для ребят разминку и танцевальный мастер-класс. Ведь, как считает Владлена Степанова, руководитель Федерации современного танцевального спорта города Нарьенмара, танец – это один из самых популярных современных направлений спорта, к которому все охотнее приобщается молодое поколение. Танцы включают в себя как классическое направление, современное направление, эстрадное, с уклоном на фитнес, с уклоном на спортивное направление, с уклоном на гимнастику. То есть спортивные и бальные танцы – это довольно-таки большой спектр разных направлений у нас есть. Даже сейчас очень популярны стали чемпионаты, всероссийские, международные, именно танцевальный спорт, где разные команды со всех регионов России представляют свои шоу-программы. Приятно, что на встречу с педагогами пришли учащиеся школы разных возрастов. Среди них были и те, кто не является фанатом хореографии, однако готов поддержать любую подобную инициативу. Спорт – это неотъемлемая часть жизни, потому что нужно поддерживать себя, вести здоровый образ жизни. А насчет танцев мне лично не нравится, но я за спорт. В ближайшее время акция пройдет и в других школах города, и за его пределами. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.